Будущие гиды по Ленинску-Кузнецкому похожи на студентов-первокурсников. А опытнейший экскурсовод, бывший директор Краевического музея Тамара Чухно, строгий, но увлеченный своей наукой профессор. А наука эта кратко и по делу рассказать о родном Ленинске-Кузнецком, о его достопримечательностях и богатой истории. Самое главное, наверное, не знание истории города, это главное, а второе, наверное, умение работать с аудиторией. И хотелось бы, чтобы мы эмоционально, чтобы мы грамотно представили гостям наш город, наверное, во всей красе. Те исторические объекты, которые уже были созданы годами, рассказали об угольных предприятиях, о истории нашего города и, разумеется, о новом городе, который мы увидим, и гости нашего города, который мы уже видим, созерцаем, а гости нашего города, разумеется, увидят уже законченные объекты, именно подарок от области. Претендентов на роль гидов по Ленинску пока 13. Допущенных экскурсантам будут только 10. Педагоги и работники культуры привыкли работать с аудиторией, да и речевых возможностей у них предостаточно. Но сегодня на этом мини-экзамене они заметно волнуются. Ведь выданные всего за несколько часов Тамары Васильевны и знания им предстоит вернуть с лихвой, сдобрив все это немалой толикой коммуникативной грамотности, ораторского мастерства и психологической компетентности. Надеюсь, актеры именно они провезут и проведут гостей города по новым и уже известным достопримечательностям Ленинска-Кузнецкого. Примерять различные роли, это, конечно, всегда интересно, тем более побыть в роли экскурсовода для уважаемых гостей, которые приедут к нам на празднование областного дня шахтера. Это вдвойне приятно и вдвойне почетно. Я, конечно, с трепетом и волнением вообще, в принципе, жду этого дня, но на настоящий момент проводятся такие тренировочные экскурсии, и Тамара Васильевна очень интересно много рассказывает. Оказывается, наш город богат просто интереснейшей историей, которую нужно знать не только нашим гостям, но и, в принципе, всем горожанам. Но я думаю, что все получится, все удастся, тем более под таким началом. Ленинск-Кузнецкий станет 13-й столицей празднования Дня шахтеров в Кузбассе. Кроме того, наш город принимает высоких гостей со всей области уже второй раз. С 2002 года Ленинск изменился очень разительно. Задача экскурсоводов – рассказать, как именно. Продолжение следует...